1266 год, во-первых, битва при Беневенто. Это продолжается вся вот эта грандиозная война между гибелинами и гвельфами. В данном случае Фридрих Гогенштауфин уже лет, наверное, 30. Весь дом Гогенштауфинов воюет с папой римским. Фридрих сам в 50-м году уже умер, продолжают его сыновья, естественно, войну. Причем довольно успешно в начале 60-х у них дела шли. Манфрид сицилийский, который, кстати, посылал войска на помощь Пизе, которая в это время разбила Флоренцию, и во Флоренции гибелины пришли к власти. Как раз Данте в этот период родился в семье гибелинов, которые на тот момент господствовали. А потом Данте изгнали, когда гвельфы вернулись. Однако Манфрид был незаконный сын Фридриха. Он в 58-м году захватил Сицилийское королевство и продолжил дело своего папы, воевать с папой римским. Вот в этих условиях в 63-м году папа договорился с Карлом Манджуйским из Франции, и французы, граф этот французский, устроили нападение на Сицилию. И вот как раз 1266 год, это битва при Беневенту, когда Манфрид агогеншталфина разбили, Сицилия перешла к Карлу Анжуйскому. И Карл Анжуйский начал воевать теперь уже с Конрадом, с другим сыном Фридриха. Таким образом, это первая победа как раз гвельфов. Во время войны с гагеншталфинами периодически это все объявляли крестовым походом, так как Фридриха отлучали от церкви в 45-м году, что вызывало сильное недоумение в Европе. То есть крестовый поход, это предполагало, кстати, индульгенцию грехов. То есть все, кто участвует в крестовом походе, им по представлениям католической церкви грехи отпущаются. Это тоже, кстати, уже в средние века вызывало вопросы, потому что почему участие в убийстве и в нападении на другие страны, мусульманские хотя бы, почему это снимает грехи? Многие люди понимали, что это противоречит христианству. Такая идея, что участие в захватнической войне снимает грехи, вроде бы оно увеличивает. А когда это все уже непосредственно в Европе происходило и против христиан, это еще больше вопросов вызывало, потому что походы на манихеев во Франции, это уже против христиан. Что было вполне очевидно, что манихеи и христиане просто по-другому понимают христианство. Что касается Фридриха Гугеншталфина, у него вообще никаких идейных разогласий не было с католиками. Что касается греческих православных, у них были минимальные, большей частью, обрядовые разногласия. И против них тоже, против всех объявляли крестовые походы. И снимали грехи за счет этого. У попов, конечно, была своя система пропаганды, вот эти попы на местах, да. Но дело в том, что у их противников тоже были. Там такие были трубадуры и министрели, хорошо известные, средневековые. Но они в основном любовные песни исполняли, но и политические тоже. А вот многие министрели, на самом деле, работали на Манихеев, потом они работали на Гогеншталфинов, и тексты до нас дошли. То есть, многие трубадуры министрели, они такие тексты распространяли, что те, кто будет участвовать в крестовых походах против христиан, совершенно непонятно, почему это крестовыми походами считается. Они еще больше себе грехов получат. И Папа Римский их обманывает. Он просто в своих интересах использует свой статус церковника. Ну, это вот примерно как сейчас различные мусульманские экстремистские группировки объявляют джихад против мусульман. Естественно, другие мусульмане их спрашивают, а при чем тут джихад, когда вы воюете с мусульманами? Я афганские дела последние довольно много тут разбирал, писал, но по работе. И там, да, часто вот сами эти противоположные стороны, они спрашивают у талибов, а при чем джихад, когда вы воюете со своими единоверцами? Ну, вот то же самое и в Европе тоже спрашивали, а при чем тут крестовые походы, когда идет война просто Германии с Италией? И обе стороны, в общем-то, христианские. В Византии маленький император, 10-летний Иоанн Ласкарис, как я уже говорил, Михаил Палеолог был объявлен соправителем императора Иоанна, который был маленький, потому что он именно был маленький, и Палеологу просто дали возможность, так сказать, руководить государством, он там выдвинулся. Сам Палеолог был никто, и звать его никак. Однако после захвата Константинополя, после того, как все это дело уже стало Византией, а не Никеей, Палеолог решил стать единственным императором. Как раз в тот же год, в какой взяли Константинополь, в Рождество 25 декабря 1961 года, мальчика схватили, ослепили, то есть глаза ему выжгли железом, перевезли в башню, и там в этой башне он содержался. То есть убить он его не убил, но он его отстранил от власти и выжег ему глаза, ослепил. Это вызвало сильное, конечно, негодование у людей, императора, так жестоко, маленького, все такое. И в частности у патриарха начался конфликт с православным патриархом, потому что православный патриарх брал с него клятву, с этого Михаила Палеолога, что он не только ничего такого не сделает, но отдаст власть законному императору, когда тот вырастет. А тот ничего ему не отдал и ослепил его. Начался внутренний конфликт затяжной, потому что церковь там идеологическую силу серьезную имела. Кроме того, было масса политических проблем. Во-первых, остались независимыми Трапезунская империя и Пирское царство, то есть осколки той же Византии. Во-вторых, на самом юге Греции держались еще крестоносцы, у них было там Афинское герстокство, Ахейское княжество и так далее. Начали формироваться румыны. Причем, что интересно, румыны начали формироваться в Греции. Но это понятно. Румыны не имеют никакого отношения к Дакам, к легионам, Трояна и прочее, что они там сочиняют. Румыны – это смесь крестоносцев и славян, либо итальянцев, которые там позднее заселяли, и славян. То есть во время крестовых походов шло переселение итальянцев и французов, то есть носителей романских языков, на земли Греции и позднее на земли современной Румынии, и в Крым, кстати. Вот в Греции, также в Северной Греции было огромное количество болгар. И также болгары, по сути, заселяли вот эту самую Румынию и Молдавию. Ну, в Румынии и Молдавии также было много тюрков, и вообще эта территория была слабо заселена. Сейчас, чуть позже я перейду к Румынии. В Греции была заселена хорошо, но была заселена в Северной Греции болгарами, большей частью. Вот смешанные, потомки смешанных праков, крестоносцев и болгар, они начали говорить вот на таком смешанном славяно-итальянском языке. И первый раз этот румынский язык появляется внезапно не в Трансильвании, где он якобы там возник тысячу лет, две тысячи лет назад, да? Но там не возник. Он первый раз появляется в XIII веке, вот после падения Византии. Вот эти вот потомки смешанных браков, они основали там государство Великое Влахье. То есть вот появились эти Влахьи. Они говорили уже тогда на таком языке, который состоял из болгарского и итальянского вперемешку. Это первый раз, когда они фиксируются достоверно. Все, что раньше этого, это просто сказки. Раньше этой точки, когда вот впервые эти появляются Влахьи в 60-е годы, просто ничего про этих румын неизвестно. Как известно по научному методу, если ничего неизвестно, то мы не рассматриваем каких-то гипотез, которые трактуют неподтвержденные факты. Вот подтвержденный факт, вот появились румыны. От итальянцев и французов и болгар, которые переселялись во время крестовых походов. Помимо всего прочего, они все боялись, что вернутся крестоносцы, что Папа Римский опять высадит десант. И вели все переговоры с Папой Римским. Папа Римский находился на зените могущества католической церкви, хотя уже Иоахим Флорский предсказал падение с 1260 года католической церкви. Но пока это было незаметно. Они прямо сильные были, и поэтому, в частности, Михаил Приолог начал вести переговоры об унии, то есть об объединении православной католической церкви, потому что он думал, что он не устоит. Он там серьезные силы, значит, на Западе. Что, естественно, тоже вызывало недовольство православного всего духовенства, которое было против этой унии, и патриарха особенно. В этих условиях он предоставил опять огромные льготы итальянцам, хотя они уже ранее погубили Византию. У них были минимальные пошлины порядка 2%. Венеция, Генуя, Флоренция и Пиза. Пошлины минимальные. Итальянцам предоставили полную возможность править на Черном море. Практически он нам дал им Черное море. И в это как раз время итальянцы интенсивно переселяются на Черное море. Что, кстати, вот тоже привело к тому, что возникли там румыны от того же самого, от чего они и в Греции возникли. Надо сказать, что они еще между собой конфликтовали, все вот эти пираты и торговцы. Они могли быть как эвиратами, так и торговцами, как я рассказывал. И на этом тоже какую-то политику Михаил делал. В частности, он за счет сил генуэзцев построил флот. Полностью византийский флот, ему построили генуэзцы. У него в таких условиях государство было в основном транзитное, то есть занималось торговлей через проливы. Вот через проливы плыли генуэзцы, заселяли Крым, Румынию и так далее. И все Черное море. Он с них брал деньги, на этом у него деньги были. А Черное море важно было почему? Это единственный по торговому путь на восток. Потому что через Сирию там война идет, там все было перекрыто. Там шла хроническая война между арабами и монголами. И вот эти все черноморские заселения, они торговали с Востоком, с Китаем. Это было страшно прибыльным, потому что товаров таких не было в Европе. Вот в чем, в общем, и суть. Нажившись на этом, он создал огромную наемную армию, распустил эти все добровольные формирования, которые там были за Идею, за Грецию, за православие. Нанял большое количество турок и монголов, которые просто воевали за деньги. Вот его основы были, основы его власти. Опираясь на вот этих наемников, он конфликтовал со своими вот этими всеми. С православным патриархом, который возглавлял всю оппозицию. И со сторонниками вот именно национального, да, такого возрождения Греции. Ну, ругался он с патриархом долго. Они переписывались. Огромное количество их, всяких, нашло писем, дошло. В письмах полиолога рассказывает, что если не я, то кто? Если я оставлю государство, кто возглавит? Кто тут? Нет, нет же никого. И так далее. Ну, в общем, примерно вот как сейчас Путин, да? Он предлагал покаяться в своих грехах, что он мальчика маленького ослепил. И так далее. Ну, в общем, ругались они, ругались. Патриарху был непреклонен. Его поддерживали вот те силы, которые были против всей этой политики. Против засилия итальянцев. Против того, что государство превратилось в торговых этих посредников, да. Фактически работало на пиратов, да. В 1266 году собрали церковный собор, на котором пытались на патриарха Арсения найти какой-то компромат. Не нашли, но отстранили. К власти пришел патриарх Герман, который был другом императора. Однако тоже он потом пошел в оппозицию, потому что он с церковной точки зрения все это тоже оценивал как негативные процессы. Сотрудничество с католиками, убийство этого мальчика, не убийство, а ослепление, да. Тоже все это негативно Герман тоже воспринимал. И кроме того, в церкви начался раскол. То есть начали считать, что Германа неправильно поставили. Сохранялись сторонники этого Арсения. Началось неподчинение монастырях отдельных, церковников и так далее. В 1967 году Герман добровольно отказался от сана патриарха, потому что он понял, что он делает плохое дело, он ставленник плохого человека, и никто его в церкви не поддерживает. Совесть тогда у некоторых людей была. То есть Герман не стал бороться за власть, а он сам от себя даже сложил сан патриарха. Опять были вынуждены собор собирать, требовали опять вернуть Германа. Выбрали потом уже патриарха Иосифа в 1968 году. В общем, Византия погрязла опять в церковных расколах. А это обычно в Византии, это выражение их внутренних глубоких проблем. Потому что они создали, возродили империю на волне народного восстания против этих крестоносцев. А потом все превратилось опять в то, что тут опять господствуют эти итальянцы, и император ведет политику совершенно прагматичную. Не такой он был, как Иоанн Дука Ватац. Ватац, он действительно был такой народный император, он выдвигал простых людей. При палеологии все это прекратилось, опять правили богатые люди, этим были недовольны, поэтому поддерживали врагов императоров в церкви. В общем, Византия опять уже в определенном кризисе к концу 60-х. А вот Золотая Орда на подъеме Менгу-Тимур, великий хан очередной Золотой Орды. Довольно долго правил, вот как раз в 1966 году Менгу-Тимур приходит к власти, и до 1982 года правит Золотой Ордой. Это все период расцвета Золотой Орды. При нем как раз начинает власть усиливаться у темника Нагая, о котором мы еще поговорим, но это больше к концу. Этого периода и про Нагая еще будет. Ну вот, генуэзцы, добившись разрешения Византии, что они будут через проливы переселяться, в 1966 году официально хан Менгу-Тимур разрешил генуэзцам поселяться в Крыму. И они создали как раз вот Кафу, город и другие опорные точки в Крыму, заселив практически весь южный берег Крыма. Молдавия и Румыния теперешние, они находились на периферии Золотой Орды, но в принципе это вот территория формально под Золотой Ордой, но реально пустая. На эту территорию тоже с разрешения Золотой Орды начали интенсивно заселяться генуэзцы. Есть карта практически вот по всему Днестру, по всему Дунаю, вплоть до Бухареста. Генуэзцы построили там большое количество городов. Там было небольшое количество болгар, в целом территория была довольно пустая. Там были половцы длительно, но половцы уже к тому времени расселись. Эта территория никому не была нужна, ни Византии, ни Болгарии, ни Золотой Орде, потому что она была пустая. Вот поэтому генуэзцы ее и заселили. И там, как и в Греции, образовалось вот это смешанное население, потомки смешанных фактически браков между болгарами и итальянцами. И вот опять сформировался вот этот смешанный язык, который мы знаем, румынский. Это как раз то, что зафиксировано исторически, а не в мифах румынских националистов. Параллельно хан Менгу Тимур, он воевал все по-прежнему с эльханами за Азербайджан и за Закавказье, но неуспешно. И войны он вел уже мало. Если в Берке он постоянно воевал с эльханами, крупную войну вел, то на тот момент Бейбарс в Сирии уже держался хорошо и сам от монголов отбивался. Время от времени, когда Менгу Тимур считал, что можно напасть, он иногда нападал. Допустим, в 68-м году была война, но постоянной войны с эльханами он не вел, он понимал, что это тяжело. В основном Бейбарс сам справлялся в Сирии с монголами на тот момент. Они по-прежнему были союзники, то есть союз Золотой Орды и Мамлюков, он продолжался все это время. Что касается помощи русским княжествам в борьбе с литовцами и немцами. Она раздувается Гумилевым. Один только был эпизод. В 69-м году действительно монголы послали войска в Новгород для борьбы с немцами, с крестоносцами. Но никакого не было сражения, как только пришли монголы, немцы перепугались и отказались нападать. Это единственный случай, когда действительно Золотая Орда помогла. Все остальное влияние Золотой Орды было негативное на Русь. Я являюсь наполовину татарином, наполовину славянином, поэтому у меня как бы сердце разрывается. Но я должен бы правду сказать, да, конечно, с одной стороны вот это татарское государство процветало, но с другой стороны оно процветало, в том числе за счет угнетения славян. И не надо тут рассказывать, как Гумилев врет, как обычно. Он и на Манихеев врет, и тут тоже врет, не надо рассказывать, что якобы Золотая Орда была для Руси полезна. Она была вредна для Руси, она обкладывала большим налогом, она вмешивалась во внутреннюю политику, она задерживала развитие, она всех важных, всех ремесленников, всех перекачивали в сарай, в Булгар, в города Поволжье. Единственный вот случай, когда помогли, это 69-й год, вот один случай там на 100 лет, когда они действительно посылали войска и помогали отбиваться от немцев. В 70-м году, в частности, по приказу Мингу Тимура был казнен рязанский князь, который заступился за подданных своих, которых вот угнетали монголы, князя выдернули в Орду и казнили. Вот на территории Рязань-Владимир они распоряжались, как хотели. В Новгороде там уже по договору с новгородцами, если их только новгородцы звали. В Украине они практически не распоряжались, но Дани оттуда тоже брали. Такая, значит, ситуация. В 75-м году, кстати, вот они поддержали Украину, которая воевала с Литвой на тот момент тоже, потому что вроде бы все равно Украина же их, под ними все равно в их сфере влияния. Да, против Литвы они Украину поддерживали, это да. Но надо сказать, что Украина никаких успехов в Литве не имела, хоть с поддержкой монголы, хоть нет. Не удалось захватить украинцам на тот момент Полоцкое княжество, Литовское, и в результате Белорусы будут отдельным народом, который как раз в Литве сформировался. Менгу Тимур, чтобы не было беспредела при сборе Дани, вот этих всяких восстаний, он это все сильно упорядочил, он создал чиновников, таких уже постоянных, не просто людей послали там наживаться, да, а постоянно работающих людей на него, аппарат чиновников создал. Он точно выдал цифру по Дани, горожане должны были платить 10% от прибыли, те, кто в городах живут, потому что они не воюют, а кочевники всего лишь сотую часть прибыли, потому что они воюют. То есть считается, что это единое государство, деньги собираются на оборону единого государства. Вот логика у татар. Другой вопрос, что а зачем Руси это единое государство, которое помогает раз в 20 лет? В основном это все единое государство, оно занималось воинами в Закавказье, чтобы Закавказье получить от Ильханов. Кроме того, это единое государство запустило итальянцев на все Черное море и охраняло их интересы, потому что итальянцы им хорошо платили. И спрашивается, зачем людям во Владимире платить бабки, чтобы генуэзцы заселяли Крым и торговали с Китаем? Вот какое дело Владимиру или Рязани до всех этих проектов гигантских? Ну вот так или иначе, единое государство было. Мингут Тимур печатал монеты в Булгарии, как раз на территории Татарстана теперешнего. Строил большое количество городов, в том числе за счет русских ремесленников, которых насильственно угоняли. Города Акерман, Белгород-Днестровский, там на границе, значит, куда заселялись генуэзцы, Келья, тоже это вот, ближе уже к Молдавии, там были и Золотоордынские тоже, Тавань, Бахчисарай, как раз сюда, Казов, вот в Крыму строили и так далее. И в Крыму строили города генуэзцы. Кстати, при Мингут Тимире построили город Эскер, то есть первый и хорошо известный город на территории Сибири, это тоже, это Золотая Орда, это Мингут Тимир, то есть Тимур, Мингут Тимур. То есть сложно, да, как о всяком политическом деятеле нельзя сказать, плохой, хороший, для кого-то он был хороший, он построил в Сибири город, для кого-то он был плохой, тут однозначно, к сожалению, не скажешь. И врать тоже мы не будем, как вот Гумилев врет, что там татары были всегда хорошие. Мы скажем, как оно было, потому что Бог врать запрещает. Ну да, походы на Византийскую империю иногда он устраивал. Основная, впрочем, его была задача Кавказа, и Кавказ он так и не завоевал. Чтобы успокоить русских, которых он тоже воспринимал как своих подданных, он ввел освобождение полностью православной церкви от Дани 1267 года, официальное его освобождение, и дальше он на них опирался. Категорически было запрещено любую Даню с них брать, оскорблять православную религию категорически, даже чиновникам его. Для этих целей мусульман он не приветствовал, чтобы мусульмане на Руси работали, потому что они там, может, будут... Ну, они будут не понимать это, они будут там это ругать. Поэтому, по возможности, он мусульман не посылал вообще на Русь, туда посылал хотя бы язычников или тоже христиан. Имеется в виду, вот, которые налоги собирают люди. Запрещали требовать, чтобы какие-то церковные люди что-то делали на них, допустим, чтобы монахи выполняли любые поручения руководства ордынского. И православная церковь это позитивно оценила. Они все молились за этого хана Менгу Тимура, правителя Руси фактического. Был епископ в городе Сарай, метрофан этот самый православный, и он там вот молился постоянно за хана. Такое вот государство возникло, монгольско-русское. Но вот это вот тоже спорный момент. Многие ругают церковников русских, что они фактически стали же идеологическим аппаратом монголов, то есть они проповедовали населению, что монголы это вот наши правители, надо за них молиться. Ну, некоторые позитивно это все оценивают. В общем, вот это спорный момент, роль православной церкви, как и, в общем, роль орды, это тоже спорный момент на Руси. Это привело к тому, что у него улучшились отношения с князьями русскими, потому что он не ругал их религию, как бы понимал ее. Сам хан придерживался тенгрянства, он был язычником на самом деле. Но как он его трактовал, непонятно. В тенгрянстве нету святых писаний, и он мог его трактовать и как-то по-христиански вполне. Это его личная уже трактовка была. Но в целом это сильный правитель, и он это один из тех правителей, которые создали величие Золотой Орды. В 1918 году в России сняли сериал про Золотую Орду, где опять вывели его каким-то там гадом, какую-то он там женщину. Вот больше ему делать нечего, как женщин там на Руси каких-то отбивать у князей. В целом уровень фильмов о Золотой Орде, о татарах крайне низкий до сих пор. И вот этот сериал 1918 года такая же гадость, как обычно. Не потому, что там как-то плохо татар показывают, там плохо и русских показывают. Там просто авторы не знают того, что там было. И какие-то вот мифы, которые у них сформировались в 19 веке, в 20, по мотивам фактических полухудожных произведений 19 века, они снимают, как они это видят. К реальной истории российские фильмы про Золотую Орду вообще никак не относятся ни советского периода, ни современного. И, кстати, всегда вызывают бурные протесты настоящих историков, и русских, и татарских, потому что чушь какая-то полная. Вот этого ничего не было, то, что они там в фильмах показывают.